Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале торговой недели. Снова следим за финансовыми событиями, за основным фундаментальным фоном, который влияет на динамику финансовых инструментов. Как я и обещал, друзья, в июне нам скучать не придется, потому что в этом месяце произойдет очень много интересного. Мы прямо на первой неделе уже сразу же ждем заседания Европейского центрального банка, ждем Non-Farm Perils, продолжаем следить за тем, как обстоят дела в отношениях США и Китаем. Я думаю, что очень много еще интересного будет по этому фону и, соответственно, сможем еще не раз прокатиться на слабости рисковых инструментов и особом спросе на защиту. Также повторяю, друзья, то, что в конце этой недели, 7 июня, та самая дата, когда Тереза Мэйд уйдет в отставку, и мы будем с вами вместе со всей общественностью гадать и следить за тем, кто же займет, собственно, ее пост, примерское кресло, и что будет дальше в переговорах с Европейским Союзом относительно выхода Англии из состава ЕС. В этом месяце истекает действие полугодового соглашения о снижении нефтедобычи стран ОПЕК. Я думаю, друзья, то, что последние вводные, касающиеся санкций США против Ирана и Венесуэлы, могут сейчас начать уже смещать баланс интереса к возможности того, что страны ОПЕК не продлят соглашение на второе полугодие. В принципе, я допускал то, что действительно сделки энергетического пакта мы не увидим во втором полугодии, и в связи с этим на рынке не будет фактора поддержки для котировок нефти. Отсюда мы сможем получить хороший повод, чтобы добраться до отметки 60 долларов за баррель. Я считал, что эта цель будет актуальной для нас на протяжении оставшейся части 2019 года. Но, судя по тому, как активно развиваются торги сейчас, я несколько поспешил. А с выводами оказывается то, что медведи имели достаточно потенциала для реализации, для того, чтобы добраться до этого уровня в куда более короткие сроки. Потому что по нефтянке вы сами прекрасно видели, друзья, на прошлой неделе по бренду мы зафиксировали минимум на уровне 60-75. Мы давно уже сделали все мыслимые на такой короткий промежуток времени целевые ориентиры. Если вы, друзья, держите по-прежнему позиции по продаже, то, наверное, бодаетесь за уровень 60 долларов за баррель. Я вас в этом поддерживаю, потому что считаю, что этот уровень действительно может быть протестирован. На повестке, которую мы анализируем по нефтянке, сейчас, конечно же, данные по запасам нефти в США, которые уже две недели подряд смещают интересы и акценты в сторону продаж. Потому что немного не бьется с реальностью статистика, поскольку сейчас мы говорим о летнем сезоне повышенного спроса на топливо со стороны автомобилистов. Это должно приводить к резкому снижению запасов и нефти, и бензина. Но, в целом, ситуация далека от того, что должно было быть, и продавцы этим неплохо пользуются, отыгрывая данные по росту запасов бензина и очередное обновление рекордных максимумов по добыче в Штатах. Ну, скажем так, рекордный максимум еще не одновлен, но производство нефти уже достигло прежнего максимума в 12,3 миллиона баррелей. Плюс ко всему давят, конечно же, страхи и риски замедления мирового экономического роста из-за усилившегося противостояния между США и Китаем. Поэтому, конечно же, все сейчас на стороне продаж, и ближайшая цель – это 60 долларов за баррель по бренду. Доллар иена 108.10. Мы на этой неделе будем следить за кучей американской статистики. Я думаю, что, наверное, риски, связанные с геополитикой, стоит опустить, потому что мы об этих рисках говорили на протяжении всей прошлой недели, а вот какой-то интересной статистики нам не хватало. И на этой неделе этот пробел будет закрыт, потому что мы ждем данные от АСМ производственного сектора, АСМ разгона инфляции, мы ждем выступления Паула и, конечно же, данные по американскому рынку труда. Если статистика разочарует, то, конечно же, на стороне продавцов доллара будет еще один мощный аргумент – это возросшая вероятность смягчения экономической политики в рамках Федрезерва, то есть это снижение процентной ставки. И вот JP Morgan, мы на него обращаем в последнее время достаточно много внимания, потому что они делают довольно, на мой взгляд, оправданные прогнозы по тому, что будет с процентными ставками. Это характерно для Резервного банка Австралии и его для Федрезерва. JP Morgan считает, что ФРС снизит ставки дважды в этом году, в сентябре-декабре. Я разделяю, в принципе, эту позицию. Евро против доллара 1.1176. Друзья, я думаю, что на этой неделе мы сможем протестировать и, возможно, даже закрепиться ниже планки 1.11, потому что впереди заседание Европейского центрального банка с подробностями операции TLTRO. Экономическая конъюнтура ухудшается. И важно, что до заседания ЕЦБ, собственно, сейчас у нас будет куча статистики, которая должна будет лечь в основу пресс-конференции и риторики Драги. Это сегодняшние данные по активности производственного сектора Еврозоны, Германии, вообще всех ведущих стран валютного блока. Во вторник это базовая инфляция. В среду индексы активности уже в сфере услуг. И в четверг сначала темпы экономического роста, и потом уже на основании всего этого будем слушать о том, что думает ЕЦБ относительно текущего состояния экономики. Я думаю, что мягкой риторики не миновать, а поэтому ставим на снижение главного валютного риска. Фунт против доллара, как я уже отметил, мы почти добрались до нашей долгосрочной заветной цели 1.25, но еще не вече, друзья. В пятницу, 7 июня, как я уже отметил, Тереза Мэй сложит в себя полномочия. Мы пока что считаем, что Борис Джонсон займет ее позицию. Будем говорить об усилении политической неопределенности и, соответственно, еще большем давлении на британца. Доллар канадец. Ждем пару выше отметки 1.37. Я думаю, что на фоне текущего снижения цен на нефть только туда упор и дорога. В пятницу данные по рынку труда Канады. Я думаю, что эта статистика нам поможет. И по австралийцам, друзья, цель как минимум 0.67. Это ближайшая, возможно, даже на эту неделю, потому что завтра я жду снижения процентной ставки. В 7.30 заседания Резервного банка Австралии. И, как уже не раз отмечалось, с учетом последних данных по экономическому росту инфляции, но нет у Резервного банка выбора, кроме как не снижать процентные ставки. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин